Сергей Николаевич, сегодня после игры на разборе вы будете ругать свою защиту, которая пропустила 4 мяча или хвалить нападение, которое забило тебя? Вы знаете, мы обычно по горячим следам никогда не делаем анализ, знаю в своей практике, что можно столько дров наломать, поэтому анализ у нас будет уже после выходных. Отдельно от себя могу похвалить молодого вратаря, который ошибся, в общем-то он мог сломаться, но при счете 4-4 он нас реально несколько раз выручил, мы смогли забить пятый гол. Поверьте, это очень важно. Дела кафеушные, не повлияют ли на игру нашей команды, учитывая, что у нас еще и кубок? Ну вы знаете, кубок мы пропускаем, первый этап, так благодаря жеребьевке пропустили мы. Но вы видели сегодня, ребята, которые съездили, 3 игры подряд сыграли, Дима Попович, Нуридинов, тот же Сытья, просто там повреждение было, они бы отбегали, мне кажется им интереснее играть, чем тренироваться. Сейчас у нас будет неделя на восстановление, поэтому я думаю, что справимся мы с этой нанеской. Денис Сидников, но все-таки ничего серьезного, да? Я думаю, нет, там игровой момент, был стык, как бы попросил замену, поэтому поменяли, но как доктор сказал, что к следующей игре будет на ногах. А Шенберген? Он уже тренируется в общей группе, просто предыдущий матч мы выиграли, а как обычно ротацию не делают, голкиперскую после победной игры, поэтому стоял сегодня Валентин Манякин. Скажите вам, как тренеру, какие победы больше понравились, 1-0 или 5-4? Безусловно, 5-4, игра была яркой, вы слышали, как болельщики сначала не радовались, потом расстроились, но в концовке все-таки ушли с положительными эмоциями. Субтитры создавал DimaTorzok